здравствуйте друзья 5 октября именно эти две даты мы всегда привыкли отмечать они становятся такой точкой от мира что мы сделали и что мы еще сделаем а это у нас 5 10 и 10 5 обычно в этот день сегодня мы выезжали к нашему другу борисполь владиславу плепчуку ну ковид болезнь опасная и вот мы потеряли нашего друга владислава нет с нами знаете в этот день хотелось бы встретить этот праздник с геннадием балашоем но и его нет сегодня с нами потому что человек находится в лукьяновском сизо уже не первую неделю человек борется за наши с вами права за свободу личности за процветание нашей страны очень важно для нас быть вместе надеяться на то что будущее впереди когда-то с этого стола исчезнут все эти дела мы их позакрываем и откроем дорогу к нашему будущему нашему светлому будущему продолжим свою борьбу и дальше партия 5 10 сильно у нас хорошая программа и мы двигаемся дальше сегодня тема будет печально для нас все таки давайте поговорим об арестах потому что будни у нас тоже продолжается и борьба наши продолжается праздники оставим все на потом 14 году прямо срая дело балашова похитили и вывезли в поле над ним издевались он был заключение 8 часов приехал сюда побитым его тогда арестовали наши враги и его сдала тогда полиция этим бандитом в руки стрелкову гиркину те люди которые воевали потом позже на донбассе я командир 4 роты ополчения народного ополчения крыма человек в аэропорту вышел взял в руки банан указал показывает на солдат а него снимает камера и громко кричит смотрите вот этих щенят русских щенят прислал путин чтобы он расстрелял татар я значит со своими ополченцами задерживал его вызвал милицию привели его сейчас центральный райотдел да печальная была история но мы счастливы за то что балашов вышел тогда окрепшим сильным он вышел на майдан и сказал что это война никто не верил все пели песни все развлекались майдан веселился думали что это какая-то шутка у нас началась война и война не против нашей власти против нашего правительства а война с нашим внешним врагом и очень плохо что наши власти не прислушались тогда к мнению геннадий викторовича возможно сейчас все было бы по-другому и когда он сказал давайте взорвем трубу перекроем газ россии потому что все проблемы в украине идут через российский газ его не прислушались обосманный суд в россии завел два дела против балашова где его заочно арестовали приговорили к разным срокам заключения и сейчас очередной арест балашова лишили права и свободы в нашей стране у него забрали паспорта его арестовали и мучаются за что за то что он занимается предпринимательской деятельностью а может за то что он занимается политической деятельностью за то что он каждым людям рассказывает как надо жить как строить свои отношения как должно быть устроено государство и он все делает для того чтобы изменить это государство эту правовую систему этот беспредел который у нас творится сейчас в лукьянском сизо уже не первую неделю понимаете когда его арестует российский суд когда его арестует бандитский суд крыму когда его арестовывать те власти то что тогда происходит сегодня в украине за что наши люди арестовали человека ведь человек не призывал к насилию человек не призывал к свержению власти человек призывал делать правильную систему правильное исправление общества для того чтобы видеться успеха для всей нашей страны сегодня он за решеткой кому он может навредить сегодня Пятое-десятое. Хорошая дата для того, чтобы нам все вместе осознать, что такое 5-10. Подумать еще раз, вникнуть в систему, почитать программу партии. У нас через два года выборы. Сделайте правильный выбор на будущее. Мы за правовую систему в этой стране. Мы не за революцию. Мы за революцию сознания в вашей голове. Мы за то, чтобы изменить правила. И у нас законный способ это сделать на ближайших выборах. Выборы скоро. Подумайте, кто сегодня арестовал Балашова, кому это выгодно и кому мешает этот человек. Может быть потому, что этот путь сегодня действительно правильный. Может кроме системы 5-10 никто сегодня другого не предлагает. Подумайте еще раз и сделайте выводы свои на будущее. Становитесь либертарианцами, будьте свободными. 5-10 имеет большое будущее, у него еще все впереди. Мы с вами сможем, я в это верю. Потому что это близко к моей душе, близко моему сердцу. И я убежден в своей правоте. Становитесь свободными. Загрузите себе свои мысли умными книгами, умными произведениями. Начинайте думать. Вникните в программу. И понимайте, что за вас никто больше этого не сделает. Только вы сможете изменить свою судьбу. Судьбу своих близких. Судьбу своей страны. Не становитесь безразличными. Становитесь людьми, которые думают и которые ведут за собой. Становитесь лидерами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...